так доброе утро как ты там с новыми зубами то еще не все еще только половину вставили помоги господи а мне язык язык весь попорезал они же обточили там они острые вот язык попорезал и говорит не могу щепить ну у меня тогда так и было когда мне на пильником том пилил откололся язык режет прям до крови пришлось вести там одна у племянника жена работает в этом стоматологии то она мне сделала там под тет сочила я домой отправился ну а это у меня я уже и спиртом прижигаю и говорит есть ничего вообще не могу ничего не делайте это не надо делать язык у языка то дезинфекция слюни это так бог сделал не не сделайте это не надо наоборот старость щадящий режим создать еще кислого и соленого не ешьте самое простое это вчера у нас собрание было вы посмотрите там батюшка говорит как он приглашает людей что тут епископ делает что-то не местное а другой которого поставили то из западной украины то лютейший уже ужас один прямо они уже на этом митрополита будут все кидаться за то что у него хорошее отношение он собирается сейчас в это воскресенье потерявку на день деревни а кто кто кидается епископ которые разбили на епархии в городе славгороде нового епископа поставили то у нас четыре вместо алтайской было епархии а теперь митрополия четыре теперь и вот он который а наша территория район попадает к нему туда но они разделили тут на бумаге то ну и батюшка то его приглашает и приглашает и что он делает теперь священникам запрещается знать с батюшкой кто будет все на улице вроде стоять будут священника может выгнать лютой просто лютой я сегодня выставил это написал демоническая злоба сергианского попа это архиерея епископа это невероятно это рано или поздно придется писать в епархию в эту в сенот что не делают вот батюшка то нашу вы его знаете и он все разговоры все выложил вчера на собрание вот собрание вы зайдите сегодня я поставил и послушайте и человек если только мы слабохарактерны то ему это покрепче чем в морге быть ужас один вот они вот таких вот и воспитывают я сегодня письмо получил сейчас прочитаю мне часто пишут люди такие вот иконы заказывают я не буду называть имени пишет мне женщина одна сергий хочу выразить вам огромную благодарность а стоп это не то это не то сейчас секунду не то начали читать все равно приятно слышать да некоторые когда услышат что похвалу тебе делают или мне кто-то похвален так сгорают от ненависти завидуют больше ничего тут нету а мне всегда приятно где кого-то благодарят вот так вот как будто я участник этого сейчас мы будем выставлять а я буду выставлять вот может быть завтра как на прудах которые мы прошлом году делали деревья убирает вся деревня работает пилят вы посмотрите ой 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 ну такой ролик получился даже маленький самые маленькие тот веточки таскает даже его письмо то ну ладно я не буду искать в общем я так франциспирую вот пишет женщина что сыну 29 лет говорит не знаю что делать не работает не женится не ну такой вот забулдыга пришлите и говорит икону мне может быть вот поможет икона вот понимаете я же получаю я много писем получаю вот таких а вчера с александром этим марьясом только вот говорили на эту тему а если взять это говорим вынести из храма вот иконы подсвечники да и все и на этом же кончится тогда православие торговлю только убери даже икону не убирать торговлю убери я я говорил как меня вызвали в этой просфорне печь построить в красноярске а там благочинный был но он-то ко мне хорошо особенно матушка ревностная ну да он двух торгашек а сам поехал разбираться на царе геннадия фаста в единицейске там напали то ну разобраться надо заедают его там ну и я с ними беседовал о торговле говорил а он вернулся а я в это время уже уехал печь сделал русская большую огромную печь он не поймет что за шум такой он в алтарник а там послать таком на еще он пришел батюшка доказать эти точки-то до 2 торговые точки закрыты а где юля не знаю а надя где но надя там улица ну-ка узнаете народ весь туда никуда никуда не идут народ напирает а эти то не откроет моя очередь они там две три четыре очереди к храму он сам вышел службы то нету остановилась а что в чем дело а он увидит они молятся так батюшка торговать то в храме нельзя но я согласен нельзя я игнатию сказал что мы вынесем торговые точки ну давайте сегодня от торгуете а он сказал нет в это время бог может прервать жизнь с богом нельзя торговаться и стоят молятся но я сказал я уберу уберу но нельзя же так у нас служба идет ему надо к народу обратиться принести покаяние за что сделали вертепом разбойников а у него другое и и он обоих их сразу а против меня такую воздвиг бурю а ничего не может сделать и на суде когда коснулась он говорит а дед Игнатий сильные были письма такие гневные я их рвал их корзину бросал а жена моя обожает его обличала вот что убери торговлю и за этими дубовыми иконостасами им там делать нечего будет а уж икону убрать но тут ересь обвинят торговлю убрать не иконы вот нашел все письмо нашел сейчас зачитаю потому что я так выразить не могу пока она написала пишет сербис здравствуйте моему сыну Виталию 29 лет он до сих пор не нашел себя в жизни не имеет семьи жилья работы прошу вас написать для него икону которая поможет ему найти путь в жизни очиститься от греха может быть эта икона святого Пантелеймена целителя или другая икона которая покажется вам близкой помощницей моему сыну слава богу за вас понимаете но человек человек же пишет вот с надеждой вот с такой на какую-то доску да и вот и вот понимаете как я же получаю тысячи вот за несколько лет у меня ну десятки тысяч писем да и вот процентов восемьдесят наверное из них вот вот так в таком духе письма написаны вот и кого кого это самое кого здесь я не знаю где искать виноватых кто виноват в этом я скажу в первую очередь не об иконах скажу что такое сын ко мне уже к сентябрю месяцу подходит лагерь я уже распустил приезжают молодые и говорят а у вас лагерь работает нет ну возьмите на что так лагерь закрытый ну возьмите его на время я говорю а где они в машине подходят он оттуда вылазит 32 года ко мне привезли ухоженный не работает нигде вот точно такой же я говорю так я вы не по адресу приехали то а где я говорю я знаю где город Новосибирск слышали и там есть профессор пилипенко называется поркотерапия вот туда поезжаете а почему при советской власти этого не было потому что тунеядство арест там заставить тебя там тебя ломиком подпояшет как солженицын пишет это дурь никто не хочет трудиться то ты не ешь ему не давать есть и все кончилось он будет работать у меня детский лагерь детский в воде начинать а родители его не учили если он не работал гимнастика утром прошла пробежали вокруг лагеря искупались ну встают то в 5 а в 8 только завтрак все работают даже маленький два года собирает щепки рвет травинки если не работал перед строем все разобрали почему не работал замещание делали делали почему не работал ты вот трава ветер не идет здесь поэтому мокнет келья надо чтоб чистый проход ты не работал значит сейчас напротив стола будешь стоять или три горящих то есть по заднице три этой крапивой или сеткой и выбираешь его он ничего не понимает ему главное полопать надо ну значит стоит стоять напротив а я приговорю какая каша да сегодня с молоком да со сливками то другое а он стоит и орет работать хочу не есть хочет а работать через работу рот только тебе наполнит это надо там раньше было пока дитёгать поперек лавки лежала у нас такие были в лагере а были чтобы не работали ни одного я ему есть не дам вопрос это у меня не в этом вопрос не я не об этом хочу говорить я хочу говорить о том что зомбированные люди вот зомбированные опять человек ищет определенных вот в жизни каких-то но мы живем определенных законах уставах правилах там в ограничениях каких-то знаете в обязанностях вот каноны да вот все же это человек сам придумал или это же господь предлагает нам держаться вот определенных правил а если предлагает то где он определяет эти правила где нам дает господь правилу по которым нам жить можно в первую очередь это совесть она первичие евангелие когда не было написано закона маисеева люди жили по совести послание криминам павел говорит совесть его суде то оправдывает а теперь дано евангелие евангелие это путь царство небесное а каноны которые церковная книга правил это вехи на этом пути как зимой вешки ставят чтобы не заблудиться в пургу вот это нам необходимо ну а как себя вести ну как злословище отца и мать смерти умрет то есть матершиники все повинны смерти а я твою мать там смерти повинен вот есть такой штраф бат и там штрафники которые наверное смерть шли и один заругался в мать то он грузин на грузин кинулся драться на него ты мою мать да ты знаешь он не поймет за что он кидается то он буквально понимает я твою мать а ты знаешь какая моя мать вот здесь по порядку бог указывает что чти отца и мать злословище отца и мать смерти умрет вот и грани какие грани грани везде стояли а павел пишет в новом завете уже смехотворство неприличного но напротив благодарением дальше а я хочу вот такой то у меня успех великом спорте быть большой спорт называет телесное упражнение мало полезно а благочестие на все полезно видите как люди пишут то как это кто не работает тот и не ест это неправильно многие не работают но едят депутаты все вот который пенсионный фонд руководитель российской федерации вот у меня пенсия со всеми накрутками шесть тысяч пятьсот все на все за интернет платить за трубу за транспорт за все а он получает один миллион триста тысяч в месяц еще непонятно что то не то делается миллион триста тысяч как это так но это официально в интернете фамилия его указанная уже не стал смотреть что делать у людей понимает так вот у меня сын пьет у вас есть какая-нибудь молитва от запоя то есть это все фетиш молитва икона что христос христос в один день лечит и когда человек имеет страх перед богом а когда кто не хочет нравственное кто не работает не ест это неправда кто не хочет трудиться павел говорит желание ведь не хочешь и не ешь ты плохо работал плохой заработок у тебя ничего не будет на огороде ничего не выросла рыба прошла мимо сети тот где бы ни возьми в саду ничего не растет в виноград засох ты ему покажи так и в духовном плане сколько надо чтобы знать правила как это жить себя проверять меньше спать трудиться в поте лица я не говорю только под мышками мокро но чтобы лицо было мокрое и в поте лица есть хлеб не работать в поте лица но есть хлеб ты уже поработал уже пришел сел за стол а пот все еще у тебя струится вдумайся в это опять же это какие-то рамки которыми жить не живет никто и жить никогда не будет надо надо определяться на том что есть вот человек мне пишет да вот определенный человек вот пишет мне пришлите мне вот доску да я вот сыну дам ее сын будет смотреть на нее и жизнь его изменится да вот откуда вот в людях вот это вот взялось поселилась откуда это все попы попы по это сделали это церковники сделали то у сектантов почему этого нету этому не учат они обрезали одно двадцатая глава исход нельзя делать изображение никакое двадцать пятую не считают они не правы но не правы они меньше чем мы сколько беды из этих икон смотри куда самое настоящее неприкрытое идолопоклонство впали особенно мироточивые не демоны ли над нами издеваются это комиссия патриарша выглаз а попы а мы ломаем голову над чем откуда отсюда я вот возьму что то сделаю и все время причащаюсь для прощения грехов почему это в писании нет для прощения грехов для жизни для прощения грехов исповедь даже это и то измененное полного погружения нету крещение не умер не умер но не полный погружение то в честь ну как умер это похоронили в смерти христились в смерть скрылись а это сегодня крест в честь мавзолея лежит в честь его наверное потому что он не похоронен откуда взялись это все священство это монашество решили через желудок через глаза а верой от слышания от ушей и, главное, уши. А слышать от слова... О целях. Какая цель? Вот приехал новый парень, да, в Патеряевку, там, я смотрел фильм Володя, снимает ролик, я не помню, как его зовут. Виталий, Виталий Калиников. Виталий, да, вот. Он рассказывает свою историю, да. Вот где-то привезли там какую-то икону почитаемую, и вот у него такая мысль, что надо пойти. То есть, вот откуда наберется вот эта мысль, что надо пойти и поклониться ей. Что это? Что к тебе должно произойти, чтобы у тебя пойти и поклониться ей? Почему? Потому что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это нерожденный свыше, в первую очередь. И дальше. Премьер Булгаков об этом пишет. Почему священники-то не учатся из Писания, из канонов, а друг от друга? А старший тоже мощит. Я так же делаю. Вот откуда идет. Незанятость. И поэтому он невостребованный. И у него развод обязательно. Развод. Жизни нету. В семинарии выгнали. В двух семинариях учился заочно, ничего нету. И здесь к батюшке первый вопрос. А у вас спортом можно заниматься? А работать уже сообщают. Работик-то не ахти какой. Почему? Нету строгости никакой. Вот как. Он так слышит, все делает. И он тоже Бога-то не знает. А я ни разу не ходил на поклонение никуда. Никогда и не пойду. Вот у нас икона только на аналоге. И когда уже закончится богослужение, по чину положено. Тут я как православный приложусь. Все. Один раз. Один раз. За неделю. А икона полный в угол. Я не лезу к ним. Я молюсь. Они мне напоминают о святых. А иногда их я не вижу в темноте, молюсь. Ну, они же вам только напоминают. Это же не означает, что на ней святость какая-то и не сходит на нее благодать какая-то. Они же вам только напоминают, как фотографии людей. Да, только так. В таком смысле иконы приемлемые. А когда начинают, вот к нам приехал старобрядец. Старобрядцы, особенно привязанные к этому. Он зашел, поклонится, а сестра убирает, по белку идет. Да у вас и помолиться некуда. А на мигом в другую комнату икону. Большая доска старинная. Притащила ему. Вот все. Тогда поклонился. Но только не на бумаге. Если на бумаге, это не икона. Приехал ко мне епископ. Силуян по Сибири. Всесибирский. Старобрядческий. И вот он. Я его в гости пригласил. Он меня не благословляет. Я не каньянин. Какой я не каньянин старобрядской семьи? Садиться за стол. Нам вместе есть нельзя. В моей комнате у меня в гостях. Я его угощаю. Я говорю, я уже поел. Садись, владыка, поешь. Ему надо еще чуть-чуть рыжиться. А у вас и икона не такая. У меня железный складень. Там старобрядческий. Это свертлая икона. Я принес сразу ему икону. Он еще что-то хотел сказать. Я говорю, знаешь что? Будет время, есть нечего. Я говорю, пока помойного ведра у меня будешь сидеть и поешь. Он, ну, раз ничего нет, сразу смирился и сел тогда. Вот и все. То есть, вот он заложен в человеке. Вот у меня на прошлой неделе женщина одна приезжала ко мне. Вот общались мы. И вот она мне пытается объяснить, какая благодать идет от мочи. Вот. Она говорит, я приложилась к раке, да. И вот она говорит, я села в автобус, еду из храма, уперлась, говорит, лбом в стекло. И так мне хорошо, так мне благодатно. Вот. Она мне хочет объяснить, что какая благодать идет от мочи. Вот. То есть, это, ну, это само внушение ведь какое-то. Конечно. Ну, что, или действительно люди получают какую-то эту благодать стекло. Ну, так вот. Я подошел к памятнику Пушкина. Там у нас собираем, когда детей приезжают с детьми. А в это время пришла одна бабушка туда. И она ходит перед памятником Пушкина. Ну, на весь рост. Александр Сергеевич, у меня вот такая строчка пропала. Уже который день покоя не нахожу. Утешь ты меня. Подходит памятник и целует. Памятник Пушкину. И то. А другие пишут. Вот когда у нас сильно не ладится что-то, мы идем к Ленину. Он теперь живее всех живых-то. Ну, как себя настроить? Буддисты. А это от буддизма. Поклонение мощам. Это буддистское все. Это монашиство. Это оттуда главное-то идет. А хотя она, они не соглашаются. Это все-то не смотреть. Как считать на выдохе Иисусова молитвы и сихазм. Смотреть на пупок. Надо мысли возвращаться оттуда к пупку. Это все у монахов разработано. Это чисто буддистское. И вот это поклонение-то откуда-то пришло. Это все оттуда тянется. Вещь, предмет. Вот эти. Вот ИГИЛ там взрывают. У них там разные памятники. Памятник Будде там, образ и прочее. У них на это есть основание. У них не положено, иначе ничего не положено. И на этом все. Ну, это знаете, вот как я хочу, вот как я какое определение могу дать этому. Вот сейчас в мире появилось новое такое слово научное. Называется эффект плацебо, да. Вот когда человек сам себя, даже не верующий человек, силой убеждения может себя даже исцелить от тяжелой болезни. Вот тут когда Господь говорил, поверье ваше, да будет вам, да. Ведь он именно это имел в виду. Когда он говорил, вы поверьте, и это произойдет. Он ведь имел это в виду. Вот поверье ваше в Бога. Тут не так немножко. Тут, понимаете, а человек-то думает, у него это слагается с Господом. Вот они поехали, а он лежит парализованный. Там от дуба мамбрийского корочку отцепите хоть маленько-то. Говорят, выпейте, если ее распарить, исцелишься. Корочку от дуба мамбрийского. Но они когда вспомнили, уже домой подходят-то. Севастьяну там уже не захватили. Да какая разница, вот липались от, откали от него. Он подошел к коре, отколол и привез. И то он запарил и выздоровел. А это у него такое полное поление со в сарае коры-то лежит. Но он не знает это. Он умом-то настроился, но опять же, к Господу, к Аврааму и прочее. А не это Господь сказал, что там мусульмане населяются или еще. Это на уровне уже сознания и настраивается организм на это. Господь-то не об этом сказал. По вере ваше. Но и в мире, но и в мире, ну Господь, да. Я понимаю, что Господь именно это имел в беду. Но ведь в мире, посмотрите, полное исцелений по вере людей происходит. И других различных вещей таких, о которых люди, допустим, ну, можно сказать, мечтают. Да, и все сбывается по их вере. Но бывает так, по вере еще приходят к эстросенсу и по вере бывает. Это так. Болезнь перекладывается из одного организма, с одной части тела на два других. Такое. Это поэтому умри, говорит. Тело разваливается пусть на частях, но отскочи от них, как от лица змея, златоуст, говорит. Вот так. Но это внутренний состав человека. Тут объяснено уже на тысячу крат, что это такое. По вере вашей будет вам. Я вот по себе скажу. У меня вера в это есть. Что мясо есть не надо. Оно не полезно. Там разные бляшки. То по вере моей, если я буду есть его, у меня будет неладно. Но это, наконец, на другом уровне. У меня, когда уедет жена, в это время два человека, с которым я разрешаю приготовить. А мы тебе приготовим. Она привезла, приготовила суп хороший. Я поел, как меня схватило. Я не могу. У меня вообще здоровье хорошее. Не могу. Вышел. Кое-кое-кое-кое как проводил. И боюсь-то обратно вытащить. Тогда и другое будет. У меня слабый желудок. Потом я звоню. Анна Кузьминична. Что ты сварила? Борщ. Ты мясо не... Нет. Она... Я туда положила свиные ушки. Купила. Ушки свиные. И вот этот навар, про который я знать не знал, он меня чуть не погубил. А любой бы съел, даже нужды нет. Это у меня организм уже без моего ведома сработал на то, что я есть не хочу, тем более свиной, даже в дом не запущу. Это вот определенно и четко. Я не знал. И было не один раз. Не один раз это было. Кто-то подсунет. У меня весь организм бунтует. Я на себе тоже это чувствовал. Я уже 11 лет мясо не ем. И знаете, как-то без... Мне принесли, но пришли люди и принесли там несколько кусочков. Я не знаю, где-то на пикнике были мясо. И... Ну поешь, вот мясо принесли. И я, знаете, как-то без одни мысли съел. Как мне было плохо. Не выносил просто. Но я к чему говорю? Вот опять же вернемся к этому эффекту плацебо. Это вот сегодня как раз священники, вот они как раз манипулируют вот этим эффектом, когда выстраиваются многотысячные очереди людей, которые сами себя убеждают на то, что вот эта привезенная там тряпочка или корочка какая-то из элиток, да? Они ведь сами себя убеждают, и на них сходит вот такое состояние. Да. Именно так. А исцеление у мощей-то и у буддистов исцеляет мощи, и у мусульман, там у них почитание мощей тоже есть. Так что... Бывает, вот человек даже не знает совершенно, и по смертельной опасности прошел. Он говорит, а если бы знал, никогда бы не сделал, не пошел. Я помолился, и как по воздуху прошел. Это я испытал, я это знаю. А это... А попы манипулируют действительно, это естественно так, им это очень выгодно. Вот свяща, она никакой роли не играет, ни мистического никакого. А вот она что-то... Ну там Головин Владимир выступает из Болгара города. Он говорит, она вообще ничего не несет свяща, кроме освящения-то. Зачем столько свящей-то? Их там тысяча горит, трещит, копоть идет, там церазин всякий. Это наше убеждение должно основываться на священном писании. Если там нету, до свидания. Я и выложу из этого. И не участник. Я знаю по минимуму, что нужно. В церкви один раз к иконам, когда уходим. Евангелие поцеловал и прочее. Все на этом. Ну понятно это. А если мы вот берем, да, такой вот, возьмем такой эффект. Ой, это самое, как это называется, забыл. Ну, проведем такой эксперимент. Мы выносим все из храма. Все, иконы, подсвечники выносим. Ну, всю атрибутику, да? Вот. И где останется наше православие? В чем оно останется? Сегодня нигде не останется. Ничего там больше нету. Нету. Если, допустим, скажем, у сектантов, давайте вынесем все. Они говорят, а у нас этого и нет. А что? Библии и сборник духовных песен. Все, больше ничего нету. И нам нужны песнопения, романы, сладкопелцы, вот эти антифоны, каноны пропеть. И святая Библия. Но у нас православных есть литургия. Это мы не можем убрать. Это необходимо. Все. А остальное это толкование святых отцов, каноны учить. Если бы учили, вот сектанты, они бы уменьшились раз в 10. Есть такая книга, Лялина написала, баптизм. А о баптизме. И она, ну, это более ранний период был. Сегодня, может, цифры другие. 85% баптисты подпитку получают из православия. Столько, вот из 100 человек 85% бывшая православная. Я пришел, у баптистов ходил все время, я там слушал. Ну, оттуда сколько людей-то пришло. Вот оттуда геннадий фасты и прочее. Ну, мы-то ходим с какой целью-то? Как возвещаем им об этом? Как они постепенно принимают? Люди-то этого не знают. И вот когда отца, он станет священником, военный следователь, и он поверил, как мы говорили о причастии, что у нас это не хлеб, а тело. И он поверил, поверил и уверовал, уверовал. И тогда задает вопрос. А пресс-фитером у них Никонов Алексей Дмитриевич. Ну, а как же вот написано, что тело крестово кровь, это только у православных. Это вон их храм, Покровский собор. А тут ради чего 67 недалеко, а то там Никитина 137. Он говорит, благодарю за совет. Наташа, жене, говорит, вставай, пошли. Вышел и больше ни разу в аптисах не пришел. Стал батюшкой. Вот и все. То есть нужно в одну точку показать, без чего мы не можем. А остальное все. Игнатий, литургия, да? Ну, литургия, она невозможна без сопроводительных, там, я не знаю, декораций, да? Это же необходимые вещи для совершения литургии. А какие? Вот нарукавников, если нету. Ну, еще нарукавников нет, служить нельзя. Это не сакральное. Вот, допустим, у него и Петрахиль. Он накрывает человека. И Петрахиль, это... Ну, даже люди даже не знают. Это полотенце, которым утирали пот. Больше ничего в этом нету. Апостол Павел говорит, не забудьте, вот кожаные книги принести, которые у Карпа оставил. И филонь. Сегодня филонь – это сшитая форма. Филонь – это плащ. Понимаете, из этого что сделали-то? Или сейчас воздух заберут, они на чаши, вот так вот, воздух, вроде воздух. Что это? Это специально было опахало, отгоняли мух, мухи, чтобы не попали, не попали в чашу. Ничего больше нету. Подробное описание этому уже дано. Но попы это все скрывают. Ой, воздух там, там с кисточками, там нарисовано. Вот выносят, ну хорошо, не выносят, плащаницу нету. Никакой роли это не играет. Или без антиминца нельзя служить. Кто это сказал? С чего ради? Да, на мощах служили. Как на мощах? То есть мы единое с ними. Церковь подтверждения находила что-то с иеретиками. Вот Лукьян лежит в тюрьме, ноги закованы в колоду. А уже это было, мощи должны быть, мощи. Клади на грудь мне. Все, чашу поставили, совершайте литургию. Вот как надо действовать. Ой, да он вознесся, у него прелесть, у него гордыня. Попы бы его заели, а он в колодок. На грудь. Чтоб слова больше не было слышно. Все кончилось, литургия совершалась. Без этого можно обойтись. Зачем они построили иконостас? Зачем от народа отгородились? Возьмите в Киеве Софийский собор. Почему она на уровне пояса всего-то и какое-то ограждение? Ну, оградка, чтобы видно было где-то. Почему у католиков этого нету? У католиков вообще ничего этого нет. Это православное напутали потом. У них самое простое богослужение. И вот здесь вот на два пальца, на три пальца беленький плазец пришито, и больше ничего нету. Ничего нету. Я был у католиков. Вообще нет. Ничего. И он вот прямо тут кафедра, а за кафедрой вот такой полукругом нефа такая там. И он тут сидит на глазах людей. Вот это, чтобы столько атрибутики. Вот архиерей идет, и сзади шлейф, хвост павлини несут ему. Зачем? Специально Паша, английская королева, идет, тащит 3, 5, 6 метров материи. Зачем? Откуда это взяли? Этого нигде нету. А это друг перед другом. И вот это палец ему навешивает подручник там сбоку. А он ни разу поклон не сделает. Пузень-то какая у него. Мамона-то какая выросла. Это награждает его. А теперь ординары, Азна-Серафима, Александра Невского. Железки эти. Награда только одна. Только одна. Гонение, раны нанесенные. Поношение, что ты терпишь. Апостол об этом упоминает. Великая награда. Вот, а как узнать, что ты на истинном пути? Вот мне говорят, вот и вы можете узнать? Могу узнать. А как? По врагам. Когда враги нападают за то, что я прямо, смело говорю о истине Господней. И они лопают. Вот сейчас этот архиерей, этот здесь, Всеволод, Славгородский. То он никогда не видел. Мимо нас проезжает в неделю раза два. Не заглянет. Всех под запрет священника, как он к нам заедет. Он в глаза не видел. Это лютой зверь. Я напишу в Синод, что они сделали. Они говорят, там такие же. Там все захватила Западная Украина. Вот и все. Все лишнее убрать. Можно убрать. Можно, но не пойдут на это. Вы говорите, в литургии не будет. Будет литургия, оставить литургический канон. Вот как, опять же, вот как можно поверить. Я вот смотрю в интернете, ну, много смотрю священников и проповедей, да. И видно, что люди абсолютно неверующие, да. Они не имеют совершенно ни знаний Евангелия, не имеют ни внутренней веры, молитвы, с Богом отношений никаких не имеют. И как может на такого священника сходить благодать? Это может так и на любую чурку благодать такая вот сойти, что она может причащать. Как, как вот, я вот полгода, я писал вам, что полгода уже не причащаюсь после того, как отец Раким меня причащил. Понимаете, я хочу позвонить священнику, пригласить его, понимаете, и меня как будто что-то ограждает. Ну, потому что я немного больше узнал, что происходит сегодня даже вот в том храме, в котором священник меня причащал, да. Немного поделился со мной. Вот, понимаете, я не верю в то, что туда может сходить благодать Божия на то причастие. Как может быть это? Я понял. Вот знаете, как сейчас мы с вами разговариваем, люди, которые будут слушать, и на ваш вопрос, они уже мой ответ знают. Да пошли они эти попы. А вот тут как раз на меня натыкаются, и я так не могу ответить. Я признаю, пока не запрещен архиереем благодатным его. Сколько о патриархе говорят? Я считаю его благодатным патриархе Кирилла. Что бы о нем не было, хотя бы было действительно. Если только он не сделал то, что подпадает под каноны извержения. Конечно, ни гомосексуалист, ни гей. Там ничего нет, там пустое. Но если он не делает, так вот это не делает, побуждает к большему меня. Я вижу, какой большой труд. Теперь я над ним начинаю трудиться. И священник делается другим. Представьте, я приезжаю в город, столичный город. Священники ради интереса пришли. И два священника покаялись. Покаялись? И они вышли перед народом и сказали, мы никакие не верующие. Мы друг перед другом только окрасуемся. Один из них игумен. Сейчас он в Диеве его служит. Я могу называть, все есть. Они начали народ как трепать, исповедовать. Весь Великий Пост никого не причащали, а только исповедовали. Причастили на последней неделе. Принесите всех, кто лечил, какие тетрадки. Там, говорит, может по метру две пачки такие принесли. Сколько было? Я знаю радость обращения священников, когда они каются. И многие из священников покорились вере, как написано в Деяниях Апостолов. Те, которые на меня нападают, они ничего этого не знают. А что делать? Трудиться. Трудиться. Я знаю, церковь эта от апостольских времен, она благодатная. Я говорю о патриархии. Да вот такой волк нападает, а то награду мне увеличивает он. Он этого не знает. А я узнал, что он вот так вот просто лопается от злобы. Собрание уже передали, наш человек там был. Я только усиливаю молитву. А вы верите, что обратится такой? Слабенькая вера, но у меня всегда остается. Иногда бывает совсем нет веры, что такой-то может обратиться. Но они где-то гранищат с хулой на Духа Святого. И вы у него будете причащаться. И поклонюсь и поцелую руку. Вот здесь какая-то такая грань, за которую нельзя заглядывать. Пока за ним не чистится этого греха смертного, и пока он не запрещен, то есть не отлучен. Это жития святых, говорит. Через недостойного совершает. А где недостойного? Если так разбираться, никого достойных-то и нет. По большому-то счету ни одного и нет достойного. Апостолы умерли. А остальные за собой считали. Петр лицемерил, Варнава лицемерил. Так за один грех уцепиться, и можно вытянуть. Вот послушайте, о каком священнике, вот у вас. Это мой совет. И скажите, его обвиняют там в гомосексуализме? Нет. Не обвиняют. Ну такое, что где-то главное это. Но он Слово Божие хоть признает? Ну да, признает. А он не поражает тех, кто проповедует? Нет. Ну то есть вот такой вот как-то по минимуму, как говорится, взять. И уже я у него причащусь. Если бы был рядом... Ну по минимуму. А если священник любит пивка вечерком попить? Да и так любит выпить. Я бы его признал. Это человеческая немощь. Чтобы не было еретиком. К еретику никогда не пойду. Это говорит Агафон. Во всех грехах сознался, хотя не виновен был. Ну мысленно там ненавидел. Мысленно женщину полюбил. Я виновен, виновен, виновен и плакал. Концентральный еретик ни под каким видом. Здесь слабость натуры природной. А это добровольное отречение от истины. Я к любому священнику подойду, если я его не знаю. А если узнаю такое дело, я себя обязательно приду и переспрошу. Бывает и поклёб. Много сказать. Тем более грех тайный. Бывает обнаружен. Бывает его сожитель. Мне страшно сказать про это. Я просто не верю, что вообще в природе существует грех. Ну есть он. У меня не вмещается эта мерзость вся эта. Оставил, говорит, естественное употребление женского пола. Разжигались похотью друг на друга. Я признаю его. Признаю. Я больше того, я признаю, подойду под благословение к папе римскому. Я подойду к Григория Нармянскому. Илья Николаевич, вот когда, вот опять же вернусь к ролику, когда Володя, ну, расспрашивал нового гостя, как Валерия, вот это вот. Виталий. И, а, Виталий, вот, и я видел Володя, допустим, когда зашла речь о иконе, то есть Володя как-то, ну, немного так повело его, вот, от того, что пойти икону там поцеловать. Вот, и я же вижу, что ни у вас, ни у Володи там, ну, ни у других там братьев, у них нету вот отношений никакого, понимаете. А зачем тогда вот из себя строить вот это, что мы там, зачем целовать их, когда это, ну, это, это ненужное дело, зачем это делать. Понимаешь, Сергей, вот эту грань называю. Вот мы никогда не ходим и не пойдем чудотворные привезли, для меня разницы нет. Я признаю первообраз, прикладываясь к иконе, и это нужно для свидетельства, установленное каноном. Почему священник, висящий как в царских врат икону, на левой, на правой стороне, подходит и целует? Перед народом должен засвидетельствовать, что он не иконоборец. Церковь установила канонически. Тут вопросы сняты все. Я уже не думаю. Я истинно, искренне прилагаюсь. Конечно, не так поцеловать, да еще лбом боднут. Поцеловал, устами прислонился, и все. Это я чту, первообраз. Помните, помните о видении? Монах такой был, Мельхиседек. У вас есть ролик там на этом, на сайте, который умер, и ему было видение. Богородица показала в арве рог с грязью, и там все были кресты, иконы, аналоги, которые делал за свою жизнь. Вот, и он, аналоги Богородица говорит, вот и все, все твои дела, которые увлекаться. Но я же вижу, что нет веры, и как бы превозмогать это и идти целовать ее. Да, я не превозмогаю, я люблю. То есть я, согласно Писанию, увидел, что иконы, идолы, это разное. Это первое. Второе, поклонения не было, но перед ковщегом, где были херувимы, простирался Ницар, он заходил. Значит, не запрещается, прислоняться устами нельзя было. Церковь это приняла. Мы знаем эти святые, они на небе, Божья Матерь. Я с радостью прислоняюсь к этому. Но один раз засвидетельствовал, что я не еретик, я не иконоборец. Только и всего. Ходить по стенам у нас это не положено, у нас никто не ходит. Зашел, свечки ставили, я, наконец, добился, чтобы не ставили. Сколько нужно, батюшка принес, и помощник придет и поставит. Вот, несмотря на это, вот на все, вот у меня на потолке, вы видели, висит икона Спасителя, да? Вот, я, допустим, без иконы себе жизнь не представляю, потому что я, глядя вот на эту икону, ну, я смотрю на нее дни и ночи. Вот, я, глядя на эту икону, меряю свое духовное состояние. То есть, иногда я гляну на нее, Господь на меня сурово смотрит. Иногда я гляну на нее, Господь, как бы, одобряет меня в чем-то, понимаете? И я, вот, относительно этого выстраиваю, понимаете, и есть все-таки в этом какой-то сакральный смысл, вот, иконы. Вот, как вот быть, я не знаю, вот сколько, сколько, я уже тысячи людей, да, отправил иконы. Посмотрите, и как же, как же с этим все равно. Понимаете, вот эту грань, и как вот во мне это увидел Андрей Кураев. Вот у Игнатия баптизм и старобрядство, особый пиетет к Слову Божию, любовь, это баптистская. То, что строго по канонам, это старобрядческая. А я не думаю ни о баптистах, ни о старобрядцах. Я думаю о священном писании и священное предание, каноны какие есть. Нигде за это не залажу. Никакого предпочтения не отдаю. Вот эта икона чудотворная, это не чудотворная. Нет, нигде. Ну, а когда бываете в храме, и там перед мощами поклонюсь, за стеклом где-то поклонюсь, я признаю. Но гоняться за этим не буду. Почему? Потому что я оказался там, где мощи Сергея, я в общем числе буду, еще ради я буду дистанцироваться. Я верю, я к мощам-то не преклоняюсь, к стеклу. К стеклу. Ну, а под ним лежат мощи. Я православный. Вот я знаю посты, чтобы понятно было, аналогию провожу. Посты, не считая Великого Поста среды пятницу, это 69-е апостольское правило, за это дело карает, если ты не будешь это соблюдать. Это правило. Я православный. А остальные-то посты-то, они до 8-го века еще были, в 4-м веке. Да что, до 4-го не спасались без этих постов? Особенно Петров пост меня донимает. Дети приезжают, месяц проживут, сливки, все есть, яйца, мясо. Я ничего не могу дать. До 12-го пост идет. Пост идет. Я знаю, этот пост ненужный, но я знаю, в честь, с чего он основан. В честь благословения на проповедь. А ее нет, он обманный пост. Но, когда я все рассказал, дальше обновляю. Я православный, без дураков. Я его исполняю, а любви к нему нет. Теперь я молюсь, Господи, дай мне любовь к Петрову посту. Я вымолил у Бога это. Вот я с чего начал беседу? С какого вопроса? Вот законы, уставы, правила, каноны. Может человек без этого спастись? Вот апостол Павел как сказал, все мне позволит, не все полезно. Вот можем мы спастись без всего ограничений вот этих? Знаете, мне задавали эти вопросы в университетах, притом неоднократно, видя, что Писание мне известно и правила. Скажите, вы видите недостатки патриархии, но вас избрали патриархом. Что бы вы сделали? Я отвечаю. Первое, прекратить строительство всяких храмов, рассчитать все, где долги. И взяли, чтобы быть свободным. Которое на меня нападает, это рабы нападают. Это рабы. Особенность миссионерского отдела, это рабы. Я свободный во всех положениях. И дальше что? Открыть училища. Тысячи училищ. Так, учителей нет. Людей надо научить любить Христа, Бога, единосущной Троицы, нераздельной. Единосущной. Жертву Христа принять и любить Святую Библию. И чтобы всем сердце, всем умом любил. И как тысячу училищ, тысячу в один день открою. А почему? Я поехал в Москву. Меня знают в руководстве баптистов, отделенных этих, я поговорил. Скажите, у вас есть проповедники хорошие, которые любят Христа и могут научить других? У нас таких много. А у вас и у нас. А любят такие, которые Библию любят? За каждую букву готовы отдать? Не дают и не отпустят? Конечно. Вы можете представить тысячу человек? Ну, это надо подумать. Мы по всем городам объявим. А что такое? Меня патриархом избирают. Игорь Ильич, я не об этом спросил. Я про это хочу сказать. Которые люди придут от баптистов, я к этому подвожу. Могут спастись без этого внешнего антуража? Могут. Без чего не могут? Я скажу, чтобы вы нигде не хулили, не хулили православное, что есть. Дальше толкование приняли. Православное. Ну, я дальше уже рассказываю, что им минимум, без чего можно. Иконы говорят, не надо иконы, значит, пусть без иконы. Без мощей, без крестных ходов. То есть это новые, которые люди придут из баптистов. Вот к ним я уже знаю, что представить. Необходимо. Без чего нельзя. Это все, это все, об этом, это только мечты какие-то. Такого не будет никогда. Это только так. Я спросил, о чем? Правила. Вот я живу, я живу в себе, да? У меня нет никаких правил, ни канонов, ни ограничений никаких, понимаете? Я живу, как хочу, все. Я сам себе епископ там и все, все, кто хочешь. Вот апостолы вышли на проповедь. Какие у них каноны были? Они вот шли, да, по миру. 15-я глава Деяния апостолов. Они выразили это, и они это взяли. Чтобы не ели для жертвенного, воздерживаться от блуда. И дальше говорится, что не ели крови. Все. И они шли проповедовать. Это все, что заключалось. Но, когда Павел встретился там с Петром, началось где-то, то он восстал. Почему? Потому что Петр стал устраняться, потому что он исполнял все, и нечисто не входило в уста. А по Новому Завету все чистое, молитва и слово ощущается. И Павел нам отстоял эту свободу. Вот это необходимо. И когда сектанты берут только это, то они правы в этом вопросе. Но церковь-то продолжалась. Мы не можем говорить так вот, ты молод, ты женился. Ну и на этом остановился, женился, детей-то не было. А теперь дети появляются, ты дом расширяешь. У тебя был гектар земли, у тебя теперь в луки идут. Тебе уже не один гектар надо, больше надо. Ну а первые обходились. Первые на том участке как раз такое. Тут нельзя в то вогнать сегодня. Ну, а вместе с этим я теряю те чувствования, как во Христе Иисусе. Расширяясь в этом, мы теряем отношения с Господом. А как теряешь? А потому что создаем себе новые какие-то правила создаем. А этим удаляемся от Христа. Нет, тут надо сказать так, грани православия. Допустим, Священное Писание начается. Вначале сотворил Бог небо. В буква. А в Откровении последняя, 22 глава. Аминь. Мягкий знак. Вот от В до Аминь. Не добавить, не убавить. Сегодня перенесли это на богослужение. Это абсолютно неправильно. Библию устранили, а богослужение на непонятном языке, это монахи придумали. Это категорически не против. Но надо знать минимум, дальше которого нельзя. И в хористический канон не прикасаем. Ни кеоцареградский символ веры не прикасаем. Баптисты пробовали без этого, а уже свой символ написали. Во Святую Соборную это выкинули. В Единую Христову выкинули. Но остальное они взяли из нашего символа веры. Надо узнать этот минимум, за который нельзя заходить. Почему? Я православный. Мне не нравится. Как его узнать? Как в нем определиться? Я определил, ты определи. Не знаешь меня? Спроси. Я определяю этот. Нахожу. И Бог мне показывает. Подтверждение Священным Писанием, толкованием Святых Отцов. Мы нигде не находим у Иоанна Златоуста то, что сегодня есть. А вот сегодня сказал Серапим. Он сказал, но это не сходится с Писанием. И он сам сказал, когда меня покидал Дух Божий, я ошибался. Серапим себе говорит. Павел это о себе не мог сказать. И говорит, я думаю, имею Духа Святого. И он говорит, так говорит закон. А теперь говорит от себя. Сегодня вот это вот. Хорошо, нехорошо человеку быть одному. Нехорошо. А сегодня хорошо ему оставаться, как я. Люди не понимают. И сегодня, когда венчают, говорят, нехорошо одному. Это в раю было сказано. А сегодня хорошо быть одному. Остался без жены. Не ищи жены. Понимаете? Вот эту грань надо найти. Где? Где эта грань? Грань это Новый Завет. Он показал для нас, язычников, обрезания нет. Но заменено крещением, не мочением. Вот грань. Нет крещения, нет мочения. Ни крещения не было его. И значит, никакого христианства и нет. Вот дойти до этого надо. Ну а вот поп моченый, вы подойдете к нему? Да, подойду. И вы считаете благодатным? Да, почему? Необъяснимо. Церковь остановилась. Но он полно погружения. А его, который архиерея рукополагал, а тот не в полное. Ну, допустим, его с полным. А того там в десятом, тот не... То есть где-то существует, может быть, цепь, разрыв. Тогда церковь остановилась. На это уже не смотреть. Последнее вот рукоположение имеется с епископатом. Не раньше тридцати лет, нужно признать. У церкви церковь любящая мать. И она ничего нам плохого не желает. Я прошел от этого скуса. Почему я занимался день и ночь. И поэтому, когда сегодня я говорю прямо по Евангелию, они прямо лопают. Это баптисты, это сектанты. Ты как угодно рассуждай. Меня это не трогает. Ну, вот вы говорите, я прошел этот скус, да? Как он вообще, в чем он выражался? То есть вы видели все вот это? Ну, то есть в православной церкви видели все вот это, да? И вы хотели отказаться от этого, да? Нет, я никогда не хотел. Я рожденный в православии. Это у меня есть. Я имел как бы снисхождение тем, которые придут издалека. Вот мы были, допустим, я проповедую. У меня сразу 450 баптистов. Вся община пришла с пресс-питером. Все приняли православие. Я могу рассказать о таких дивных вещах. Но дальше-то вопросы стоят. Вот Питер Гилквист. Обратилось там 2000 человек. 2000. И они сразу давай православные. А сами сидят на куриле в комнате, говорят. Дышать нечем. Жена там ухаживает. У меня нет. У меня по-другому подход. Сразу в рамке Евангелия. А говорят, а можно вот это? Давайте обсудим. Без этого можно. Без риз. Можем мы служить? Конечно, можете. Я не могу сейчас никак епископа взвинуть на это. Ну, откажитесь от этого. Но без галстука. И застегнут до верхней пуговки. Тут я мертво стою. А что? Это масонская. Ну, а дальше. А вот они бриты. Бриться нельзя. Тут не пойдет. Вот эти моменты, которые... Почему? Все иконы, все показывают. А без икон. Пусть ни одной иконы не будет. Но нигде против икон, чтобы не говорили, что идолы. То есть у меня выработана четкая программа, где можно без повреждения Слова Божия все принять. И при том, вот заметьте, на меня сколько нападают. И там и Польщаева, и там Дворкин. А они ничего не могут сделать. Почему? Потому что все у меня в этих рамках. Они меня не могут объявить неправославным. Ну, могут так к стенке поставить или зарезать. 13 лет у нас епископ Евтехий. 13 лет в близком общении. И говорит, когда сидим тут, этот, епископ Московского Патриархата, вам, Игнатия, никогда не обвините, что он неправославный. Он суперправославный. 13 лет. Я вам прислал ролик, да, вот, в случае сейчас, катастрофа какая-нибудь. И все. Я все посмотрел. Ведь на этом все закончится. И где мы будем на пеньках свое православие справлять? Ведь все закончится. Да. Я сколько могу. Понимаете? Сколько могу. И которые люди вот такие обращаются, которые из сектантов-то, я говорю, но вы соблюдайте все, что есть. Но знайте, что это не главное. Я знаю, допустим, ладно, на рукавнике у священника. А не повредят, спасение? Нет, не повредят. Но он среди православных. А если есть сектанты без рукавников, пожалуйста. И вот, допустим, я приезжаю в Грузию. А он тогда был просто на ум Израилевич Борщуков. И он мне представил их руководство на Баптистском собрании. Что православное? А он уже принял все. Но еще не священник-то. И они его еще своим считают-то. И у них там Гога, это Георгий-то. И они мне дают вести собрание у баптистов. И я его провожу. Собрание. Я говорю проповедь, там одну, вторую. В это время подходит тайна дагестанского, тут же в этом они, на дагестанские собрание-то. А вы не могли бы? Я беру его собрание. В это время подходит там еще другое. И вечером молодежь. Я в восемь часов проповедовал в одном только здании у них. В городе Тбилиси. И вот этот Гога, ему многое Бог дал, пресвитер. И он договорился с патриархом Ильей II, что от патриарха будет приходить священник, которого патриарх благословит, и у баптистов в собрании будет говорить проповедь. А ему Гоги будут говорить в Сионе. В Сионе это патриарший собор. И он там говорит. И, конечно, говорит хорошо. И в это время одна бабушка подходит и говорит, а ну перекрестись. Я не готов был к этому. А почему на тебе одежда такая же, как ты был там в галстуке, или как? Ты антихрист. Это антихрист, не слушайте его. И она бабкой повернула людей в другую сторону. И я когда был, он лежал больной. И он говорит, как я жалею обо всем этом, что я неправильно поступил. Это же не является грехом. Почему я не одел подрясник-то? Я готов сделать. Но теперь лежит прикованных болезней. Я виноват был. Я людей оттолкнул. Павел говорит, ради того, чтобы не соблазнить, я не буду есть мясо, хотя не грех. Вина не буду, хотя Тимофею говорит, впредь пей ради стомаха болезни желудка. Вот как. Я видел этих людей, которые переосмыслили свою жизнь. Надо найти эту грань. Вот у баптистов я вижу эту грань. Они иногда, я знаю, меня представляет православный, проповедник, там, миссионер. Я тогда выхожу на кафедру, крещусь, и они слышат. Ну, вот присвитив уже все за меня. Но когда я бываю совершенно незнакомый, и они дают мне как брату, я уже крестное знамя не совершаю. Я без него спасусь. Но я им даю такое, там на всю жизнь им хватит. И оттуда потом сообщают, я тогда говорили, вы уехали, я не знал, кто я священником православным стал. Понятно как? То есть, мудрость должна быть. Для всех сделался всем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Это очень трудно для всех сделать совсем. Мне Бог это дал в первый день. Это дар Божий. Вот сами миссионеры. Я еще раз говорю, миссионерам научиться нельзя. Никакие отделы не могут быть. Это дар Божий. Он есть или нет. Почему Иоанн Златову говорит, чтобы обратить человека к миссионеру, тысячи талантов должны быть. От кого они таланты? А крестить ни одного не надо. Ни одного. Достаточно быть рукоположным священником. А сейчас отделы какие-то обман. Это мимикрия. Принимает вид ангела света, будучи с врагами. Миссионерский отдел – это первое, что нужно уничтожить везде. Да и об этом даже говорить не надо. Какие-то миссионерские отделы, они даже не стоят никакого слова ни одного. Самое злобное, самое хитрое. Я себя называю миссионерским. Я езжу на койке, я миссионерский отдел. Я управляю целыми этими. И все. А это все так наносное. И вот знаете, что хочу спросить. Потому что это идет видимое приближение. Идет раскол в церковь. На церковь идет раскол. Ну, уже вот и первый епископ Лонгин, да, объявился такой, который... Лонгин. Я думаю, он не первый. Да. Я думаю, за ним еще последуют люди. Потому что многие священники находятся в таком ропоте. Вот он неминуем. Потому что вот эта встреча с папой повлечет с собой очень... Причем это с каждым днем хом нарастает и нарастает. Вот. Как нам быть, если вот произойдет вот такое в церкви состояние? Вы же любите задаваться таким вопросом, а если? Если я предлагаю и предполагаю все варианты. Я проиграю множество вариантов. Еще раз говорю. Патриарх ничего не сделал нового, за что можно было бы его поносить. Патриарху нужна помощь, защита от монахов. Молитвенная помощь. Я это уже сказал в первый же день. Люди, которые сейчас где-то... Это подхалимы. Это хитрецы. Вот он знать еще не знал. Нигде. Все там за патриарха. И вдруг теперь видят один, второй, третий. И он выскочил тут же, как говорит, черт из табакерки. Я их знаю, могу по именам назвать. Они с вами знаются. Ролики с ними составлены у вас. А где ты раньше был? Как ты крестишь? У тебя католичное все. Ты уже выкормишь католиков, попись стоишь. А кого ты судишь-то, патриарха? Патриарх ничего не добавил. А будет раскол. Какой раскол? В чем? И они куда поведут люди, которые отошли? Вы начните сейчас делать то, что католическое уже внесено. Оставьте патриарха. Начинайте учить. Начинайте вводить правила, чтобы была эпитемия. Правила канонов введите. За один набор 10 лет от учения. Не получится, у него никого не останется. Чтобы безбородый ни один не причащался. Не получится, там никого не останется. А так как у Георгия Кощеткова, так можно каждый день крестить по 500 человек. Все разрешено. Это нет, не пойдет так. А ты введи наши правила, которые. И там и вообще никого не будет. Никого. Мы готовим от 3 до 5 лет. 500 часов занятия. И где-нибудь есть, в мире этого не было. И правила введите, что к себе не звать. Как не звать? Все зовут свой храм. У нас не положено. У нас закрывается на засов. И часовой ходит. Ни один не попадет. Кому мы не разрешим, познакомимся. Сходим на дом. Узнаем и разрешим только один раз прийти. А если понравится, еще, но сразу его берем уже под правила. Если только ты в воскресенье нигде не был, мы тебе запретим приходить. А ты у нас не был, но был у католиков. Это твое дело. Это в вину не ставится. У мусульман был. Не ставится. Лишь в воскресный день был посвящен в твоем понимании для Бога. Такого нет нигде. У нас сами правила, чтобы человек возлюбил Бога. И которые у нас люди приходят, которые уже полюбили, они понимают, что выше православия ничего нет на земле. Это высший дар, который Бог дал в Новом Завете. Вы говорите, введи правила. А зачем их вводить-то правила, когда храмы наполняют 90%? В каждом храме минимум 90% мертвецы одни. Для кого их правила-то вводить? Для мертвецов. Зачем они нужны правилам? Так я тебе и говорю про это. Когда мы приходили, отец Аким, Геннадий Фаст, мы заходили в храм, стояли, потом выходили и говорили, как можно все это поправить? Не 90, 98, может, 9% люди-то не знают Бога. Что делать? Мы приходили к убеждению. Первое, что нужно сделать, купить большой амбарный замок и запереть храм. И начинать в ограде занятия. Три месяца. Испытательный срок. Через три месяца, которые покаялись, которые уверовали во Христа, начинают запускать. Поправить можно. Вот я скажу, что я ни разу не встретил ситуации, в которой, конечно, попа этого, который будет противодействовать, придется перевести в другое место. Потому что он злодействует, злодей, злодейский. В любом месте. Он говорит, у вас такой порядок, одеты по форме, там за 7 минут заходим, полное молчание стоим. Ну а если бы к вам сразу вот 5 тысяч пришло, вы смогли бы поправиться? Смогли. Мы бы в храм никого не запустили. В ограде начали. Мы сразу бы отделили от них. А с этими занятия. И все. Я не вижу безысходности нигде. В любой ситуации можно начинать трудиться. Работать, не нападать. А миссионеров, которые сегодня они называют, это лютый просто волчарник. Они кидаются, хватают. Они никого обратить не могут. Они сынами гиены делают, обходя море и сушу. Самое злодное туда лезет. Они разговаривать не знают как. Вот представьте, обо мне. Я-то семинарии не кончал. Из Чикаго сообщают. Натолкнулись, говорит. Это удивительно. Православные. И знают духовное рождение. И видно, что рожден свыше. И прямо пропадает от смерти в жизнь. Но когда дальше стали смотреть, он говорит, баптистов за церковь не считает. И в пух и прах их разносит. Но самое-то главное, что удивительно, его во всей Америке баптисты посчитают. Ни об одном сегодня миссионеры-то не скажут. А почему? Потому что они никто. Они без любви делают. Люди, которые знают, с кем я работаю, они видят, больше любви нельзя оказать человеку. Как сказать? Какой интонации? На что надавить? Как отложить? На сколько? Где? В каком месте? Я все должен предвидеть. Какая погода будет? Они этого ничего не знают. Они деревянные. Мозги у них. Да, тихо. Я подошел в своей жизни к такой черте, когда я осознаю себя, понимаете, я осознаю себя растерянным каким-то. Вот, я увидел, для меня открылось, вот, ну, буквально последние полгода открылось то место, ну, духовное, православие, в котором я окажусь и именем которого я себя называю, да. Ведь, куда я не перерну голову свою, я везде вижу одну ложь, понимаете. Как я могу находиться в этих, ну, в этих, ну, ограничениях каких-то, или как это назвать, я не знаю. Я понял вас, Сергей. Вот теперь вы поймете величие, дар, который дал мне Господь, для всех быть всем. Эти попытки, они не исследуют, не знают. У меня проделана громаднейшая работа в этом направлении, и в писанном виде, и в аудио выраженной, и в видео теперь я об этом говорю. Да, я это узнал. Ну, и вывод-то какой. Но я на корабле, который захватили пираты. Пираты все извратили. Но здесь мне Бог открыл, я работаю, я в церкви. Если бы в православии, это у сектантов было рукоположение, истинное, я бы дня православным не был. Но и врагом православия не был. Но Бог так сделал. А они никого не могут принять, и я никогда баптистом не буду, и в православии буду трудиться. Ты понял это? Начинай работать. А в каком направлении? В первую очередь, чтобы все православные, которые к вам приходят, они не искали исцеления от иконы. Иначе ты, как идолопоклонник, будешь обвинен на суде Божьем. Сколько их людей ты сбил с правильного пути. Ты уже говорил мне это год назад и больше. Что изменилось за это время? Ты сказал, я чувствую, баптисты обвиняют, и обвиняют правильно. Так что, перестать писать? Не перестать. Пиши. Я полгода уже не пишу иконы, я отошел от этого уже полгода назад. Но вы знаете, этот ролик будут люди слушать. И они ничего не поймут, православные стектанты не поймут. А почему? Потому что я говорю согласно Слову Божию. Главное. Все это пережитое. Иконы, если тебе дан... Да, да, мой совет. Пиши. Но только каждым говори, ничего исцеляющего не ждите. Видите, это первый образ. Мы слабые люди. И нам необходимо в другой раз взглянуть. Это мы на небо смотрим. Все трогают. И какой образ? Вот эта мученица, ее биография такая-то. Почитайте, на какое число можно даже на иконе написать. Варвара, велика мученица. Такого-то числа, там 1 декабря. Чтобы просчитали. Зашли на наш сайт. И там у нас «Житие святых» мной насчитано. Сейчас выставляется все. Понимаете? Как я могу писать, если люди соблазняются на них, на этих иконах? Как я могу это делать? А такого нет, чтобы на чем не соблазнялись. Когда Господу сказали «Господи», ну и соблазняются, он говорит, «всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Они на всем соблазняются. На бороде соблазняются. Первое, соблазняли, что человек женатый. И выявили, пресс-фитер не может быть женатым. Женатый не спасется. Церковь предала это анафеме под клятвою. У церкви, любящей нашей Матери, Вселенской Церкви, на все есть каноны. Ко мне приходили сектанты разных направлений. У них случается событие, которое уже давно оповещено. Они не знают, что делать. Вот он хороший проповедник, ну, захватили его. В первую очередь, не сам. Значит, усиливается. Захватили с чужой женщиной. Теперь, теперь плащет, просится за капитал. Зачем ему? А теперь, можно или нет? Он потерял право навсегда. Навсегда. Здесь он не может быть. На улице может проповедовать. Какое правило? Я сейчас закрываю. Карфагенский собор такой-то. Ну, Бог дал мне знать это дело. И они проходят. А мы, говорит, допустили. Три месяца у нас было на отлучение, называется. А теперь проповедует. Опять обнаружили. Опять с другой женщины впал. Пришли ко мне опять. Что делать? Он чужой уже был. Никто. Теперь, что делать с вами, которые это делаете? Вы, во-первых, не в церкви. Каноны церкви отвергли, а к ним обращаетесь. Пошли вы отсюда вон. Вот весь ответ. Я нахожусь на корабле. Мне это открыто. Корабль – это церковь Христово-Православная. Я работаю. Работаю в всех направлениях. Так они не знают. Для этого я потратил тысячи часов на счетах златоуста распространив по всему Советскому Союзу. Библии нету. Я ее насчитал. 11 кассет. Каждая кассета 8 часов 20 минут. Не кассета, а называлась катушка, бобина. Всю страну наполнил этим. Которые на меня нападают, у них ничего этого нету. И сколько людей пришли. А дальше я начал насчитывать жития святых полностью. А где не согласен, я в колокол бил. Обратите внимание, но не пропустил ни одного слова. Ни одного. Добротолюбие насчитано. Что? Работать надо. Работать. Страна преступников. Я каждого спрашиваю, что вы делаете? Да выйти нельзя. А я выхожу ночью наоборот. И меня задерживали с ножами. Я проповедовал. И один из них говорит, да это он, о кому я рассказывал. Проводите его домой. Доктор Газа было такое. И меня преступники провожают с ножами домой. Они ничего не знают, которые нападают. Я не могу на них обижаться. У них ничего нету, кроме злобы. Много преступников. Я 17 лет одной тюрьме отдал только. Они знают, я каторжник. Я знаю, о чем он думает. Я знаю нужду. Иду ходатайствовать в прокуратуру. По правам человека. Везде. И это все по тюрьме разносится. Нет динамиков. Идут регулярные программы. Объявляем динамики. И 56 динамиков в один день принесли. И сколько людей пришло оттуда. При церкви работают. А нападающие ничего не имеют. Я могу только жалеть. Да. Детей много, как во время революции. Больше трех с половиной миллионов беспризорных. А что ты сделал для этого? Ну, узнал. Дальше что? Зачем тебе это знание-то? А ты что сделал? Образуй детский православный лагерь. Единственный в Советском Союзе. Я основатель его. Пишу правила. Утверждается в отделе юстиции. Теперь зарегистрировано. Теперь должен обеспечить. Чтобы не было аварии. Ни один отравленный не будет. И так, чтобы ребенок был занят. Интересно, чтобы в следующий год просился. Ни в один лагерь не поедет. А меня будут клепать 15 комиссий только за 2 месяца, 1 год, 99-й. Полная победа. У них-то от них ничего этого нет. У Лонгина, там нападают на него. У него 450 детей. И от него на меня вышли. Спрашивают. Что делать? У вас такой опыт. Я отмечаю, что сделать. И уйдите из монастыря, монахи. Детей не отдавайте. Остальные на благовестие подвое. И они что-то сейчас замолчали. Не знаю. То ли не понравился, то ли... А детей не отдавайте. А там берут, это их дело. Понимаете? О чем бы ни сказали они. Народ необразованный. Не знаю. Я веду занятия одновременно в 5 университетах. 3 радиопрограммы веду. В 7, допустим, техникум. В 20 школах. Во всех отделах милиции. Во всех воинских частях. Непрерывно день и ночь. На заводах, фабриках. И что? Я вижу, как температура меняется. Нападающие ничего этого нет. Вместе все взятые они. Они ничего этого не могут сделать. Им не дано это. А так как я избранник, и Бог меня поднял. А вы счастливитесь. Мне некогда об этом думать. У меня рот пустой. И ни зубов ничего нету. Я еще дерзаю насчитывать и разговаривать. Я на них ни на одного не набежаюсь. Которые из этих миссионерских отделов. Я усилил молитву на них. Особенно кто был близок и против взялся. Тяжело переживается. Златоуз говорит, что Ио перетерпел проказу. Отнятие детей. А нападки не выдержал друзей. Я это выдерживаю. Тяжело очень. А что означает? У меня пропадает сон. Я сразу обращаюсь весь в молитву. Вся ночь пройдет в молитве. И не просто в молитве. А в молитве со слезами. Что мне особая молитва уже нужна, чтобы остановить слезы, Господи. Организм мой обезвоживается. Это такой Бог дар дает. Когда я его просил. Я православный и буду работать. А другим я скажу, без этого ты можешь. А баптисты могут без постов? Я бы сказал, если они пришли. Было бы рукоположение. Посты пришли позже. И хотя к апостольским временам относятся правила Четыре Десятницы. Это надо обсудить. Но чтобы вы нигде против не говорили. Это определенно. Но я православный. И мне это как раз то, что доктор прописал. Я с утра до вечера думаю, как бы не нарушить православные каноны. Ну, что вот, значит, посты, да. Ну, вот все знают вашу жизнь, допустим. Вы же находитесь постоянно. Знаете, зачем создавать еще какие-то рамки вот эти вот искусственные? Когда он и так, мы и так в посте находимся. Я нахожусь постоянно в посте. У меня пост уже 14-15 лет уже пост. А зачем мне еще рамки какие-то? Никак нельзя. В первую очередь послушание церкви. Я когда пощусь и знаю, это установила моя церковь родная, православная, вселенская. И я не просто сам дошел до этого. В лагере у меня устав. Я его написал. В деревне устав. Предложили. Никто не мог написать. Ко мне пришли с поклоном. Напишите устав для деревни. Я написал. Но я это сделал по молитве. Бог сделал это. Бог. Да, пользуется. Но Бог. Я все к Богу. Благодать его. Вот я возвращаюсь опять же к тому вопросу, с которого начал беседу. Опять же, я третий раз повторяю этот вопрос. Законы, уставы, правила. Где нам Бог дает эти законы, уставы, каноны, обязанности, какие-то правила? Где нам Господь это дает? Может быть, в книге чисел или где еще? Где еще? Ветхозавет нам о чем говорит? Ну, о нечистоте женщины. Оттуда это все взято. У нас много взято. Вот это возжигание свящей. У нас много Ветхозаветнего перенесено. И оно не смертельно. Оно не опасно. Я смотрю, вредит ли моему это спасению. Вот, допустим, болен никто из вас. Пусть призывают пресвятеров. И что это? Как называется? Соборование. Должны быть семь священников. Этого не написано. Дальше призовет. Он лежит. А не сам придет, здоровый стоит. Я расшифровал. И сейчас ко мне перестали подходить. А как? И над ним подмолятся. Ты лежишь, а я над тобой склонился. И подмолятся над ним. Вы вдумайтесь, что по Иакову пишет-то. Я ни разу не соборовался. Почему? Я еще не вошел в эти рамки, когда я буду лежать. Ты вошел. Тебе как раз. Говорит, то, что доктор прописал. А какие рамки? А они необходимы везде. Абсолютно везде. Вот у меня строгие правила. Шторки должны быть закрыты. Двойные. Не зажигать свет, пока не будет здесь. Все везде должно быть заперто. Чужого не принимать. Вот я на квартиру пустил. Сразу письменный договор. Чужого не принимать. Никого. Пока мы не договоримся. Пока не проверим. И Бог милует. У меня правила. Они помогают. Мне выстоять. Без правил никак нельзя. Вот я вхожу. Меня арестовали. Я вхожу в тюрьму. Какие у меня правила? Я только одно правило просил у Бога. До ареста. Дай мне дух молитвы. Когда говорил баптистам, которые сидели, они даже не понимают, о чем говорю. И у меня сплошняком шло молитва. 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 Пять раз в день становлюсь, по часу, по полтора. Псалтырь за два дня. Тысячи поклонов. Буквально со всей тюрьмы запросы. Помолись, батюшка, помолись. Я не батюшка. Не надо. Папа и врагушки видать. А папа рядом сидит, я иеромонах. За досягательство малолетнего. Его там не знают. Засима. Мишка. Мишка, иди сюда. Вот. То, что ты услышал, принял. Я принял это каноны. Я считаю. Я три года ими занимался. Я не нахожу канонов, которые были бы мне во вред. Я благодарен, что есть Силенские соборы. Благодарен Богу, что есть поместные, святые отцы. Нету ни одного канона, который подножку мне поставил бы. Я их целую. Мне недавно ролик попался такой. Вот какое-то заседание идет, какой-то зал, я не знаю, может концерт какой. Сидят, я не знаю, там десятки, может сотни, епископы, священники. Понимаете, ну представители вот сегодняшних постов, да, канонов, у них пузы вот такие вот, они еле в кресла помещаются. Какие им посты, о каких постах-то вообще можно говорить? О чем тут говорить? Они же не соблюдают этих постов. Зачем об этом? Хорошо. Патриарх в близких отношениях с президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином-то. Путин-то не такой, немного у него лишнего сала-то. И Нургалиев подчиняется ему, министр внутренних дел. И главное, уволить. Уволить кого? Пузатых. Слово пузатых в отчете я никогда не встречал. И начали их выгонять. Когда их повыгоняли, пузатых, видимо, взвешивали на весах, вот, а как, у меня рост метр семьдесят, и нужно отнять семьдесят пять, сто семьдесят, это семьдесят, сто отнять и пять килограмм. И остается сколько? Ну, остается у меня семьдесят два, значит, шестьдесят, там, семь, а у меня шестьдесят четыре, я ниже нормы немножко. Это как раз. Выше только, чтобы не было. Оказалось, работать некому. И тогда к этим пузатым-то, лишенным должности, опять пришли, сказали, идите в уголовный розыск, работайте. Эти-то тонкие-то вообще избегались по девкам-то. Они вообще ничего не знают. Тут уже выбирать приходится пузатого, который что-то знает. Так мог бы, патриарх, знаете, президентом, мог бы от него это перенять и сказать, давайте примем так. Сверх нормы, ну, сто шестьдесят килограмм, ну, явно, что что-то не то. У меня был священник, я вот там близко был с ним. Он рост, кажется, семьдесят сантиметров. Тысячи пятьсот, сто пятьдесят, что ли, два килограмма. Ну, что спрашивать? Когда его хоронили, зловония была на весь Барнаул, наверное. Говорит страшно, сфотографировали. Гроб поставили в большой железной ванной сделали, с него как потекло, а принесли в храм. И когда вначале выносить, наклонили, и все это липкой лентой, как потекло, кровью, сукровица. Был май месяц, дует ветер, жара стоит. Страшное зловоние по городу понесло. Что? Отец Семен умер, Титов. Я его не осуждаю, мы были знакомы, но он вредил мне. Я у него сегодня причащаюсь. И он идет впереди, переваливается так сбоку на бок, это не такая утиная походка у них. И одна бабушка подошла с женщиной и говорит, я слышал, вы Библию изучаете, я давно хотела изучать. Можно я к вам приду? Я говорю, сначала благослови себе батюшки. Он впереди идет, он-то меня не видит. Она подошла, отец Семен, благословите меня, да Бог тебя благословит. Я к Игнатию хотела сходить. Игнатию нельзя, это сектанты. А сегодня и причащал меня. Исповедовал и причащал, мы же патриархии были-то. Ну как это понимать? Исповедовал и причащал еретика? Он-то меня не видит-то. Ну как это? И когда он лежал в больнице, то настоятель мне и говорит, отец Николай Войтович-то, вот батюшка, я, говорит, ходил и исповедовал его, он же больной был. Исповедовался он, все хорошо, причастил его. Я говорю, он исповедовался о том, что сотрудничал с властями, а Николай-то как раз главный сотрудник. Он сразу посуровел-то. А что это за исповедь? Ну как все это придавал власти-то? Нет. А теперь он исповедовал или нет то, что нажил на себе лишний центр? Нет. А теперь исповедовали о том, что он не проповедовал. Нет. Так в чем же ты его исповедовал-то? Куда ты его наставлял-то? Это я с ним разговариваю, с благочинным Алтайского края, который имел власти больше, чем сегодняшний епископ. Я к чему клоню-то? Получается-то, что, значит, во всей стране или, я не знаю, во всем мире, один лапкиншин православный, потому что больше их не соблюдает никто. Посты их не соблюдают люди. А, неправда. Никто. Батюшка-отец Аким соблюдает. Виктор Андреевич соблюдает. Володя Пащенко соблюдает. Никита соблюдает. Я имел в виду, я имел в виду и ваших близких. Ну так началось это с меня. Если я один такой пигменщик в молекулярном состоянии, и это все это есть и распространяется. Начинайте, не смотрите на нас. Я сказал тебе, а ты не делаешь, меня это от тебя не оттолкнет. Никак. Я по-прежнему любил и любить тебя буду. Но они-то тогда православные. Как они могут называться православными, если они не исполняют? Никак. Обман. И попы должны знать. Вот смотрите, наш отец Аким приехал там в монастыре где-то, видимо. Я могу не назвать. И батюшка говорит, исповедуется сегодня 150 человек, помоги. Он говорит, ну я же буду по-своему исповедовать. Ну так и делал, так у нас же строже. Как раз это и надо. Ну а батюшка тот уставший отошел. Отец Аким вышел. Рассказывает. Я не знаю где. Он по монастырям все ездит каждый год. Тоже не согласен со мной, что я говорю не езди. И он говорит, так кто этот пост не соблюдал, отойдите. Исповедовать не буду. Кто среду-пятницу в течение года не исповедовал, и последний великий пост не соблюдал, и вот эти посты хотя бы год не нарушал, исповедовать не буду. Опустело. Осталось. Там несколько. Так, теперь, кто бреется, исповедовать не буду. Пока бороды не отрастут. Ушли. Осталось человек, может, 6 бабок. Вот видите, начал исповедовать. От 150-ти шестеркой осталось. Вот и все. Да маленько, то спрашивайте с людей-то. Вот кто бы к нам не пришел. Вот приходит наш, а вот ко мне просится соседка, много про нас слышала. Я говорю, ну, ты по норме знаешь, как одеться. Платок одеть. Она все знает. И один вопрос, потому что не курит. Да вы что, кто? Ну, я спрошу на всякий случай. С собой, чтобы табака не было. Все. Можешь призвать? Так она придет здесь. Это так. Привезли баптистку. Здесь одна в доме инваридов была. Она один раз зашла. Баптистка всю жизнь-то. Она иконы пошла целовать и Евангелие. Один раз только привезли. Она, так у вас, евангельская. Да, мы евангельские православные христиане. Мы евангельские православные. А вот адвентисты как? Адвентисты православные. Мы соблюдаем строго субботу новозаветные. Воскресенье. Никто не работает. Ну, маленько-то. Можно где-то и улыбнуться. Не все время гнуть. Как сказать-то? Ну, это я вот, я коснулся только постов, да. Мы возьмем любой, любой вопрос вообще православия. Допустим, любой темы православия коснемся. Везде нарушения. Нет исполнения ни правил, ни канонов, ни законов, нигде. Значит, если они не исполняются, значит, это не православие никакое. Ну, никакое. Так, смотри. Когда ты заходишь на наш сайт, да у тебя все книги мои, и там есть книга к истинному православию, я открою ее, и там написано «Добавление к символу веры». Я об этом стучу, крещу не два, не три года, а 53 года. 53 года. Как Пасха я от руки сажусь на машинке, печатаю, всем архиереям рассылаю, как правильно крестить. Поздравляю их. Всем до одного. Сколько же я печатал-то, как мои пальцы выдержали это. Как, говорит, паралич не хватил у меня, как Виктор Гюго говорит. И что? А строят купели. Вот на умо строят, он мелковатый, конечно. Подобавят и строят купели-то. И везде сообщают, а у нас был тот-то, тот-то. Неправильно крестились. Вот сюда вот. Надо говорить о восхищении чувств. Не сюда, а где пуп. Чтобы от поперечины вот этого верхнего была меньше, чем ниже. Иначе перевернутый крест-то. Ну, Слободской пишет в законе Божьем-то. И один добрый человек нам подсказал. Кто? А я все время стущал и крещал об этом. Ну, надо работать. Ничего нельзя сделать. Я говорю, ничего не начинали делать. Если не сеет ничего, ноль. А если сеет, то пополам. Взойдет или не взойдет. 50% будет. Поэтому не унывай, брат. Услышал? Не исполняет. Наши люди, которые у нас, никто не исполнял. Исполняют все до одного. Начинается пост. У нас ни одна бабка, ни одна больная не подойдет к отцу Акиму, чтобы разрешил во время поста есть. Ни одна. Почему? Все знают, у него права такого нет. Нет. Он имеет право разрешить только, кроме среды пятницы, великий пост даже. Растительное масло и вино. На большее правов ни у одного епископа нет. И да, лучше. А они, а да они что спрашивают? А они попежники. Оттуда понаперли эти украинцы. Хохлы. И они все захватили здесь. И в этой безнадежности начинать надо работать. Они мне поедать будут. Они убивают. Но я знаю, их много. Я один. Но я не один. Где, говорит Господь, там множество. Со мной все святые отцы. Полторы тысячи епископов за меня. Которые были на Вселенских соборах. Я за правила. Они необходимы. Они, я сказал, что если священник исповедует, то сказать, Библию считаешь? Не считает. Отойди в сторону. Считай месяц, тогда подойдешь. Второе. Ходите на благовестие или нет, как свидетели Иеговы? Нет. Отойди в сторону. Не исповедуй. Даже не исповедуй. Вот что надо внести. Добавление к символу. Не символ вменять. А как бы ПС. По скрипту. Вот. Работать надо в любой обстановке. Я говорю... Я не настолько оптимистичен, вот как вы вот в духе сейчас говорите, да, потому что суд подошел вплотную, понимаете. Вот я вспоминаю откровение, да, когда Иоанн увидел души убиенных, которые Господу вопрошали, доколе святые истины, не мстишь за нас, да. Вот сегодня миллионы, я не знаю, может быть, миллиарды убитых младенцев, детей в утробе убиенных, да, они сегодня взывают также к Господу от мщения и просят Господа. Понимаете, все, все, мы уперлись. Сегодня мне брат один, ну, Александр Андрусенко сегодня звонит и говорит, сейчас пришел в храм, новое пение вели, встали уже траля-ля, траля-ля петь, на клиросе поют, траля-ля поют, понимаете. Все, уже дальше некуда что-то менять, уже все кончилось, все заканчивается. Не кончилось, вот тут и покажи, на что ты свободен. На Игнатия нападать легче, а вы восстаньте против этой системы лжи, а я 53 года восстаю против и пишу. Я показываю, что с нами Бог и будет изменение. Бог силен сделать в один день. Ну, представьте, все архиереи на Вселенском Первом Соборе подписались за Арию, а одна только домовая церковь осталась, одна домовая. И подписались все, и вдруг какой-то дьяконишка один вышел и начал доказывать Арию. Как ты понимаешь, Ария как? Никто не знал, кто это будет. Афанасий дьякон. В дальнейшем будет Александрийский патриарх, святой. Он не сказал, ну что сделаешь, дошли вплотную, комета нас шарахнет. Я живой, и я не сдамся. И он стал говорить, и свою подпись дезавуировать стал один епископ, второй, третий. И Ария остался буквально в одиночестве. Вот что значит смелое выступление. Никодим-то он трусливый ночью пришел, да тресся. Но Иосиф, говорим, опять-таки вышел, а за ним и Никодим потянулся. Никодим-то уже пошел за Иосифом. Ты выступи один. Ты скажи, иконы не спасают. Я иконы пишу только для того, чтобы увидели, как это приближает к Богу. Иконы не идол. Найди эту грань, где. Ни о каких исцелениях мне больше не пишите. Христос исцеляет без икон. В житиях святых говорится, у нее умер сын. И она сознание буквально потеряла. Она ринулась, бежать в церковь, закрыто, идет одна женщина. Помолись за сына моего. Она говорит, ты знаешь, кто я. Я иду с ночной работы. Я бабочка ночная путана. Она рассудок потеряла. Молись, тогда это упало блудницу Господи. И ребенок воскрес. Ни икон, ничего нету. Одна Б. И Бог услышал. Вот надо, чтобы показывать людям. Бог силит пожарнуть. Мы не только показываем. Мы говорим уже об этом. И не один день говорим. Но людям это не нужно. Люди отвергаются. Им нужно то православие. Им нужно вот это лубочное православие. Да. Которое украшено. Да. Это Мещеринов Петр Игумен Данилов Монастыря об этом говорит. И работать-то надо. Ну, допустим, мы узнали все, что есть недостатки. Но сейчас я знаю, что ремонтировать. Это очень хорошо. Я по всем сферам говорю. Что это? Священники, которым мне 30 лет поставить под запрет. До исполнения урещенных лет. Хотя по закону должны быть извергнуты. Все симонисты, которые участвуют, берут за таинство, за свадьбу. Симония. Исключать. Снимать санк. Ты кричи об этом. А они не будут делать. Откуда я знаю? Я должен быть верным. А последствия Бог берет на себя. Ты не думай, что Иоанн Креститель уже так ума не имел. Образличая Ирда. Он знал, что не поможет. Голова будет на блюде, может быть. Но он говорил и говорил. А пример? А пример? Я сегодня только сколько получил. Вы пример для нас. Вы идете. Я никогда не думаю ни об этом. Счастливие там приписывают эти миссионеры мне. Я понятия не имею об этих словах. Меня бомбят каждый день со всех сторон. А мне нужды нету. Я нашел себе соратника. Старого быка. Чем больше бит, шкура толще. И на какого зверя больше похож? У меня, похоже, нападают львы. Не могут взять только одного зверя. Носорога. Единственный зверь, которого львы. Восемь львов не могут одолеть одного. Это на меня нападают со всех сторон. И они не возьмут. Потому что я затылок не поворачиваю, как корова. Возвысь. Рог мой, как рог единорога. Единорог это носорог. Давыд говорит. И они бросают. Только начинают, представь себе, в Почаево. Полтора года исследовали мои книги. Все отступились. Ничего нету. Дворкин, там нынче Рождественское, всемирное там чтение международное. Все заглохло. Почему? Потому что когда начинают глупо смотреть, те говорят. Вы что делаете? Это же православный сайт. Я уже знаю, мне доносят. Их свои начинают, которым назначено в комиссии быть. А то комиссия уже обращается сюда. Так это вот как надо поступать. А что исследуют книги ваши? Хорошо. Я скажу, где в Тульской, Кемеровской, там Новокузнецкой, Кузбасской, там какие епархии занимаются сенсорские отделы. Это полный молчок сто процентов. А почему? Мне ответ пришел. А вы что их считаете за самоубийц? Почему они вас нигде не вызывают? Вот сидят они там Самсонов, там Дудин, Скоротосский в Америке. В Америке я ближе нахожусь, рядом. Почему не вызываете меня беседовать? Они знают. Это смертельный приговор. То, что я говорю, нельзя проверживать. Нельзя никак. Нельзя. Под каждым словом совесть их подпишется. Вот такое дело-то. Надо работать. Вы говорите, я оптимист. Нет, я пессимист. Потому что все погибли, все лишены славы Божией. Все до единого. Все согрешили. А из этого тогда мой оптимизм исходится из того, что я взираю на начальника совершителя веры Господа нашего Иисуса Христа. Он умер за меня. И он говорит, иди. И я дам силу, придет Дух Святой и утешит вас. И облечет силой вас. Я по тому иду, что я облечен этой силой. Когда слушают сейчас это Попы, они умирать будут. Он прелесть какая. То есть они не верят. Ты заряди в поисковик Тимофея Ха, который библейский-то. Слово избрание сколько раз? Они не знают этого. В день, когда я обратился, а как узнать, что рожден свыше? Что ты должен увидеть, что ты другой стал. Я это увидел сразу, как стал. Тот, который на колени становился моряк, это другой. Я встал, я того уже совершенно не знаю. Тот мертвый. Я тоже на корабле в этот же вечер стал свидетельствовать. Да иди на всем свидетельствовать. Имея прекрасную характеристику. Получил характеристику на следующий день. Сошел с ума. Ирина Ильич, а может, вот допустим, как бы, ну, я не знаю, как это, с каким словом надо говорить, но может человек, пораженный каким-то одним из какой-то одной из страсти, быть рожденным свыше? Ну, допустим, из страсти чревоугодия. Можно человек чревоугодием страдать и при этом быть рожденным? Момент, когда приходит человек к Богу, он может в любом состоянии быть. Но когда он обратится, совесть начнет его тревожить. Вот я, когда в тюрьме проповедовал, я обратился, это Треткин Владимир Прокопьевич. Нас отсадили сразу со второго этажа, в подземелье загнали туда. Мы двое, а там одни тараканы да сверчки. И мы молились. У него вот такой опуздень был, он даже что надо не видел. И он, в течение двух недель, все с него сошло. Он там родился. Как он плакал. Он непрерывно слезы тикнул, полотенце через плечо только утирался и утирался все время. Бог делает так. Но обратился с животом. А когда я ушел из камеры, без живота, и теперь-ка на прогулку ведут, а нас потом и там разделили. Слава Иисусу Христу! Вовеки слава! Мы приветствуем. А когда сидел с директором рыбокомбината, у которого главный рыбак Алтая, тут все космонавты, все севастьянов, тут все у него были. Север Владимир Митрофанович. Его спрашивают. Тебе теперь легче, что он один сидел-то? С тобой сидит. Теперь батюшку посадили? Батюшку посадили. С ума сойдешь с ним? Целыми днями молится. Если человек страстный в чем-то, человек оправдывает себе эту страсть, то значит, что он не рожден, да? Не рожден, не рожден, не рожден. Грех не оправдывает. Но они же, смотрите, они как священники, да, они как говорят, ну вот у нас мы много стоим, да, от этого у нас мы, ну, ненормированный у нас день такой, наедаемся на ночь. Вот от этого у нас вот такие. Они же оправдывают свой грех. Я им оправдываю. Смотрите. Идите, там осел, ослица, осленка, приведите ко мне. Они дорогой идут мимо магазина, там пивные ящики погрузили бы, бутылки. Ко Христу привели бы, а куда садиться-то? Зачем вам эти акафисты? Зачем вам эти сорокаусы-то? Вы служите два раза в неделю. Субботу вечером, и утром воскресенья, литургия, и все. И ты свободен будешь. Тебе стоять не надо будет. Айти, написано, прекрасные ноги благовестников. А профессиональная болезнь священников, это вены на ногах лопаются, они ничего не понимают. Они не понимают, они как трупы стоят. Идите по всему миру, написано, а не стойте на одном месте-то. Стоять может кто? Стагнация называется. Вот когда ему расскажешь священник, он, в самом деле, а зачем это вот я... Понятно? Батюшка рассказывает, наш отец Иоаким, где прислали им в Омск или где старого священника-то. Ну, люди заказывают там ванифатию много, популярно, от запоя, от запоя. Ну, и дальше там надо Пантелеймону, там много болеет. Ну, это каждому по нужде учиться надо, значит, такому-то. И вот где-то... Ну, и, говорит, 32, а капец-то-то. Ну, и батюшка этот старый, пускай он стоит. А люди-то стоят. А те батюшки как? Они по одному запевают о всех, и все, очебурили и пошли. А этот нет. Которые помощники-то помогают ему. Он начинает считать дальше, а они... Это не надо. Следующий, он говорит, бога, дурить не надо. Он по порядку считает. Эти уже идти надо, а их-то 32. Он один считает, уже эти кто заказал, кто уйдет, недействительные будет, считать без вас не буду. Он их первый же раз замучил, они его сразу убрали с этого. Не пойдет. Не пойдет. Я это испытал. Когда локалка называется локальная, когда в тюрьму, в лагерь привозят, и отдельно еще там карантины проходят. Ну, и ставят на двери, и с самого лагеря еще в это проникать-то. И наказывают, чтобы никто не заходил. Никого не запускать. Ну, нет, а запускают там. Я пришел к тому-то, к тому-то. Меня поставили. Старый зайдет, стоп. Не положено. Почему? Начальник Аману сказал мне, не запустить Алиев. Я говорю, почему нельзя? Нельзя, так я помочь. Говорю, скажите ему, тот пришел, это знакомый-то. Он вышел, да, это знакомый, пропустите. Я говорю, ну, иди. Второй приходит, он раза три выскочил. Отец, ты как-то строго так смотришь. Я говорю, как наказали, я правила выступил. Так они, ладно, иди газеты читай, там другого на место меня поставили. Я их замучил сразу. Строго по правилам. Бога дурить не надо. И все кончилось. Я говорю, зачем ты? Получается, получается, что? Получается, если мы видим, да, что священник не рожден свыше, вот, ну, тем или иным пороком страдает, что, получается, на него, как на чурку, нисходит благодать, да, через которую мы причащаемся, да? Вот понимаешь, вот я еще раз говорю, провести эту строгую грань. За живот, за толстый не отучает церковь. А златоуст высмеивает это. Тебя что, говорит, готовятся принести в жертву, чтобы жирное животное было. Без страха уточняют себя, Иуда говорит. И все они говорят об этом. Выкатились от жира глаза их, потому что жир выдавливает, они все пущие глаза эти, которые толстые-то где-то. Но что благодать отнимается, не написано. Я ему буду говорить, батюшка, ну зачем? Зачем об этом писать, если человек не рожден, он свыше, он не Божий человек, как на него может сойти Божия благодать? Понимаешь, вот этот один единственный вопрос, в котором рассуждение должно тормознуть. Принимает всегда. И принимает даже старообрядцы. Дальше не исследуется. Это тот момент, где невозможно исследовать. А он вот такой-то, может, не роден свыше Бог определяет. Может быть, он родился и к утру умер. Не надо за эту грань заходить. Это невидимое. И судьей меня никто ему не ставил. Но, повторяю, у меня нет ни одного священника, которых я знаю, к которому я бы не подошел, не благословился. А вот вас сейчас поносит Дудин. Вы бы пошли. Да, благословился. Он не запрещенный. Но вы только что, Игнатий, вы только что сказали, что не может быть рожден от Бога такой человек, который страдает страстями, под страстью. Я про это и говорю. Вот здесь как раз остановиться на этом. А благодать есть. Благодать сходит на ослицу, и она заговорила. На Валаама сошла благодать. И он видел звезду. Вот я о чем вы. Значит, он как чурка. Он просто чурка. Чурка. Неразумная чурка. Он для меня старается, это чурка. И я для него должен стараться. Я должен давать ему десятину, кормить его, заботиться и говорить о божественном. И у меня было сколько священников, которые покаялись, обратились и начали работать над собой. И потом приезжали и принимали крещение, полное погружение, иеромонахи. А потом уезжали и служили. Служат. Мы готовы принять патриарха. Всех епископов, чтобы покрестить. У нас здесь. Вот через неделю, 10 июля будет крещение. Сообщайте другим, чтобы приехали, покрестились. И все начнется сначала. Русь нуждается во втором крещении. Они не крещеные. Но благодатность ни от кого не отнимается. Пока не запрещен. Вот Денисенко, который филарет у них на Украине-то, он не должен был служить. Это его церковь, которая его возвысила и которая его понизила. Меня готовился запретить наш Евтихий за три материала. Там о военной службе, что воевать нельзя, что на русском языке, о слове и о благовестии. А батюшку тоже там запретить. Но дальше этого не пошло. Я заранее объявил, что если такое случится, запретить, значит, я не прищищаю, стоять буду в коридоре, но в университете, как вел, так и буду вести занятия. Там он не властен. Но не решился, дальше не пошел. И все. Да я уже заранее согласился, и Бог видит. А с чем меня давить-то? Вот Семен Столпник стоит на столбе 1 сентября, Столпник. Ну и такого не было. И решили проверить. Собрались епископы, говорят, ну а как узнать? Они говорят, надо узнать так. Пойти послать посыльных и сказать, мы идем вот от Синода. Слазь оттуда. Если он будет слазить, что не от Бога это ты делаешь, тогда скажите, сиди на месте. Если упрется, да я от Бога, мне откровения даются, тогда стащите его оттуда. Ну и пришли. Семен, вот решили епископы, что не от Бога это ты делаешь, что стоишь. Не от Бога? А я не знал это. Простите меня, отцы. И начал пятиться по лестнице. Ладно, ладно, не надо. Все, залазь назад. Вот так легко проверить их. У овцы их, у волки. Как проверить? А когда загоняешь, проверять легко. Если ты шкуру-то надел, а сердце-то волчь. Если ты стегнешь прутом овечку, она согнулась и нырнула. Если волка у нас, да, ах, и щелкнет зубами. Ах! Он обязательно щелкнет. Как показывают в фильме, в мультфильме Моисей, принц Египта, когда он ему подарил дочь, и им форад, она щелкнула зубами, он аж отскочил от нее. Значит, везде надо найти. У них мудрости нету, мудрости нету. Вот возьми. Простое дело, еще раз повторю для незнающих. За эти, эти прессовицы, назовем так их, женщины не святого поведения, в храме Христа Спасителя молились и крещали «Святая Богородица, прогони Путина». Плясали там, ноги задирали. Что делать? Их там пароли казаки показывают, как судили, дали сроки. Этого ничего нельзя было делать. Я крещал с первого дня. Не вздумайте прикасаться к ним. Прости меня, Господи, за выражение, я скажу, к поганцам. Они сквернавцы. Нельзя этого делать. Как нельзя? Да они осквернили храм. О, осквернили. Вы согласны с его? Теперь считайте, что Писание, это оскверненный храм, надо закрыть. И три месяца держать закрытым. Молиться снаружи, а потом распечатать, осветить его. И чтобы молились, и плакали, и патриарх был бы, три месяца, всю Россию бы к себе обратили. А вы сделали, как мирские люди. Меня-то еще вы гвоздаете, когда я им ответил на их богохульство, на их выпады, назвал их подлой, патриархийной, и другими словами, подлыми. Я назвал согласно Слово Божие, они умирают-то. Ну и что делать? А молились бы. Их не трогать. Было бы по-другому. И поэтому мы пришли у храма Христа Спасителя, со всех четырех сторон молились, поднимали руки. Ролик стоит. Вы поехали туда и молились. Я не просто сказал, а поехал. Молиться к храму Христа Спасителя. Из Барнаула. И мы стояли и молились там. А одна сторона была закрыта, доступа не было. Мы дозвонились, вышел постовой, поверил нам, распечатал, и мы дальше стояли, поднимали руки, падали вниз и молились за патриарха, за президента, за всех. Вот что надо было делать надо. Во всей России никто не сделал это. Для этого и была нам устроена эта провокация. Тут нужно совершенно недальновидным человеком быть, чтобы повестись на эту провокацию. Ну, они все попали на это. Все попали, казаки тут. Я с первого дня только появился, я сразу же выставил материал, не прикасайтесь к ним. Не прикасайтесь, начинайте молиться. Это провокация, им это надо. А теперь дальше что? Вали кресты, спасай Россию. И дальше пилами в одних трусишках, там другие тянут, кресты пошли валиться. И они уже сколько храмов осквернили. Сколько? А сколько захватов заложников было до Беслана? Не стал идти на компромисс Путин, и все прекратилось. После Беслана больше не было захватчиков. Не надо найти на компромисс. Надо знать, где идти. Вот как правильно сказать будет. Ладно, Игорь Ильич, а то мне спать уже пора. Да и мне уже пора 9 часов. В сироте спавил был, привез рыбу. Вот 40 сантиметров длиной лещи какие. Сегодня я помещаю по одному этому, я не знаю, лещ там или какая рыба. Сейчас я ее разморозил и положил, надо сварить. Я сегодня богатый. Да, рыбка хорошо. Ну вот я бы дал тебе, ну, может сходить показать какая рыба? Да у меня, у меня язык, да я есть, скачу не могу, а у меня язык болит. Ну вот такое дело. Он вчера был, и на, представь себе, с камня на обе, и приехал с тележкой в руках, тележка маленькая это держать-то, за Евангелие. Он один благовествует там на весь город. Один. А патриархия его запретила в служении за то, что тайно архиерея записывал, задал вопрос о полном погружении. Это вообще безумие полное. Уехал Максин. Я все хочу, я хочу все с ним, с Иваном, с сыном поговорить, все хочу, время никак не выберем. Он сейчас пчеловодцем занимается. Так вот, отец Павел, вчера нагрузил, наверное, не меньше центра. С утра во время богослужения съездили, где там привезли с Новосибирска, это четвероевангелие красное, Библии, это все ему, и он все это загрузил, и поволок, он здоровый такой. Я говорю, как ты будешь садиться? Сядем. Там, говорит, три с половиной тысячи на машине-то, а тут пятьсот рублей, денег-то экономить надо. Он у меня Новый Завет, трехтомник, для архиереев, священников, больше десяти за раз брал десять по три тома, тридцать книг. Он один. Я ему почти все отдал, что у меня было в запасе. А трехтомник это покупал. Ну что, благодарю за выход, я всегда жду вас. Все. С Богом. Храни тебя Господь, брат.